На перекрёстке неподалёку от Платинум-Арены автолюбитель, поехавший на запрещающий сигнал светофора, протаранил патрульный автомобиль ДПС. Более дерзкой выходки придумать трудно, но виновник аварий, разумеется, таранил полицейскую машину ненамеренно. Митсубиши РВР, ударивший казённую короллу, ехал по улице Дикопольцево, подъезжая к перекрёстку со стороны главной улицы города. В машине были супруги, которых врачи позже увезли в больницу. Травмы у пары пенсионного возраста некритичные. Сотрясение головного мозга, ушибы, тупая травма живота и грудной клетки. Автоинспекторы приближались к точке никому не нужной встречи со стороны Платинум-Арены, намереваясь ехать вдоль прудов. Митсубиши боковым ударом сбил короллу с курса. Смещенная толчком к левой границе дороги, патрульная машина уткнулась ещё и во встречный трактор. Происшествие стало объектом пристального внимания полицейского начальства. Сомнительную славу дорожных оборотней экипаж роты центрального района не снискал. Здесь на столбах висят камеры управления движением, и запись этого ДТП полностью обелила патрульных. Вот она. Видеокамера снимает автомобильный поток, движущийся со стороны Карла Маркса. Загорается жёлтый свет, потом красный. Однако шофёр Митсубиши РВР едет, словно ему горит зелёный. При повторном просмотре можно даже сосчитать, что нарушитель выезжает на перекрёсток, когда запрещающий сигнал светофора горит уже 6 секунд. А вот более редкая съёмка изнутри патрульной машины. Оба полицейских были пристёгнуты. Одному из них пришлось выбираться наружу через водительскую дверь. Серьёзных травм патрульные не получили. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.